Дорогие зрители, здравствуйте! В этом видео я покажу, как я убираюсь при помощи самого обычного, ненужного мне крема для рук, для тела, либо для лица. В своих основных видео я много раз рассказываю, как я смогла отказаться от косметики. На данной раковине вы видите загрязнение трехдневное. Раковина выглядит плачевно, прежде всего, потому что дети мои чистят зубы содой, не применяя детскую зубную пасту. Поэтому белый налет, он неизбежен и, конечно же, он очень заметен на черной сантехнике. У меня влажная тряпка, хорошо отжатая. Я выдавила достаточное количество крема, в данном случае это ненужный крем для тела. И вот таким образом обрабатываю всю поверхность. Как вы можете видеть, раковина очень быстро становится чистой и прелесть такого метода заключается в том, что помимо того, что это, конечно же, безопасно и уборка приносит удовольствие, потому что любой ненужный крем, да и нужный, как правило, очень вкусно пахнет, имеет явно выраженный химический запах. Прелесть такой уборки заключается также в том, что поверхность становится без разводов. Как я это называю, она становится униформально чистой, то есть нет следов от влажной тряпочки, которые очень часто остаются, когда мы делаем влажную уборку на любой поверхности, стеклянной, деревянной, керамической, как в данном случае. И также, если вы будете применять такой способ для уборки сантехники, вы заметите, что известковый налет образуется гораздо медленнее, потому что вода стекает несколько иначе с поверхности, в данном случае раковины, которую мы обрабатываем кремом для лица, для рук, либо для тела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким же способом я чищу унитаз. Необходимо выдавить количество крема, которое, вы знаете, будет достаточным. В данном случае я убираю детскую ванну. И очень важно, чтобы все было натуральным и предназначенным для непосредственного контакта с кожей человека, в данном случае ребенка. Поверхности остаются без разводов. Уборка достаточно приятна даже такого деликатного места, как унитаз. Думаю, что любая хозяйка знает, что слабым местом такой уборки является как раз-таки большое количество разводов, которые остаются потом на поверхности и высыхая портят внешний вид только что убранного помещения. При таком способе такой недостаток отсутствует. Но вы можете взять за неимением ненужного крема самый обычный кондиционер для волос, который, кстати, очень хорошо пенится, если добавить небольшое количество кондиционера для волос непосредственно на стенку унитаза внутреннюю и спустить в воду. Вы увидите, чтобы образовалась пена. И очень часто возникает вопрос, как я дезинфицирую поверхности и делаю ли я уборку при помощи средств, которые дезинфицируют. Признаться, я считаю, что чистые поверхности, лишенные среды, они достаточно безопасны. Поскольку я убираюсь каждый день в туалетах, прежде всего, я не часто использую дезинфицирующие средства. Но, как правило, это самый обычный 98% спирт, который можно купить в любом супермаркете в Италии. И стоит он гораздо-гораздо дешевле, чем литр специального продукта, который предназначен для специальной дезинфикации любых поверхностей, либо непосредственно поверхности в ванной комнате. Ну и последний штрих, который очень любят мои дети. Я часто рассказываю, что самый обычный цветок в неожиданном месте, как в данном случае рядом с раковиной, украсит любую комнату. Ну и напоследок всем мамам маленьких детей пригодится вот такой интересный способ убирать линии от фломастеров, карандашей, либо мелков, восковых мелков прежде всего, которые очень часто трудно отходят, если мы просто моем полы влажной тряпкой. Необходимо распылить достаточное количество самого обычного 98% спирта, подождать буквально несколько минут, и следы начнут растворяться. Потом необходимо помыть самым обычным способом. Таким же легким способом могут уйти без излишних усилий следы от клея, как в данном случае. Если я забываю о такой простой хитрости, то мне приходится тереть полы более тщательно. И несмотря на то, что я делаю это электрической шваброй, уборка занимает гораздо больше времени. Как вы видите, следы, не обработанные спиртом, совсем не хотят уходить и остаются на прежнем месте. Ну что ж, вот такой результат моей быстрой, практически пятиминутной уборки. Я же на этом с вами прощаюсь, желаю всем тратить как можно меньше времени на уборку и иметь быстрый и эффективный результат при минимуме затраченных усилий. Это была Яна Скворцова, увидимся очень скоро, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо, что ты снимался со мной.